сан смотритель серьезный мужик прислал фирме я с него сделал профильную фотографию можем если захотим так где он у нас в Вишкарале тоже не сказать что это рай райский край вот его абрикосы это мои абрикосы и вот мне интерес понравилась фотография у него прививка погибла а Манджорис погнал он примерно такого уровня и будет можете не сомневаться Александр ладно а теперь пусть Александра идет Александра грустное письмо не все у нас медом на мазму здравствуйте что же с нашими абрикосами сына манджурца и у многих верхушек таком состоянии как спасти сына манджурца значит мои это моя фирменное название я сделал одну то есть там была одна фотография и вторая чуть-чуть поразборчивая вот значит я до начала растерялся даже откуда же я могу знать что вы там с ним творили вот меня видите уже смутило такое письмо что это котлован а бывает так что людей заставляют трить огромную яму а потом почва проваливается но это только догадка что это может быть причиной того что загибается эти абрикосики и тогда я взял все причины посидел но мне хватило пять минут давайте по порядку это то есть учеба это очень все серьезно не она не первая ни одна последняя возможно причины угасания этого абрикоса на фото именно этого заросший приствольный круг и основание штаба просто гниет я объясняю не могу я по-другому я не лектор я этот или не проектов смотрите я сегодня делал фотографии а нас прошел дождь вот сверху все высохло а у самого почвы вот столько вот видео и вот потом я эти фотографии вышлю то ли антону то ли то ли павлу тот кто попросил вот из двух ему для чем-то нужно фотографии прививки основание штаба я сделал пока что 20 или что я обратил внимание это у меня у меня трава заросшая травой да вот так же как тут но тут явно перебор все таки я кашу уже два раза скошен был сейчас опять кашу и везде оказалось что уже день клонится к вечеру а после вчерашнего дождя почва не просохла до конца то есть там внутри трава дает тень и вот столько вот везде я подумайте фотографии ну сейчас нет возможности просто поверьте на слово вот тут все сухо в штабах а вот здесь основание штаба сырое а вот вам и причины но если у меня это я фотографировал уже вот такие штабики в основном ну саженцы 1-2 летние то тут же не так а здесь то самый молоднячок вот он это как молочный поросенок он только лезет еще вот только в это вот и у него возможно вот это место из-за туда густоты густоты да вот с одной стороны я за заложение ну должно быть хорошие проветриваю сухое место в основании штаба вот умудритесь заложить весат но вот это место должно быть сухим максимально вот вам одна причина вот это вот густота и сырость я убедился у себя я каждый день что-то новое нахожу вот так траву разгребаю вот так вот раз одной рукой другой вот аппарат одной рукой щелкаю я вижу вот столько вот все сырое целый день моих же абрикосы сырые ну а если тут еще и полив добавить что дальше по одной причине вот это вот хорошая дальше идем надо расчистить дать солнце и воздух поняли да первый совет второй возможно было заглубление коровой шейки и соответственно ее начало загнивание ну почему бы и нет это нормальное явление даже на сантиметр заглубишь вот она уже не держит сырость это абрикосы поэтому и мало в стране ответ вот попробуйте пальцами раскопать почву вокруг стволика до корней я да был случай когда меня позвали я с тех пор это кость по полу не стал я в отчаянию гибнет ваша саженец тогда я беру своим разгребай окажется вот настолько заглублено вот прям вот настолько я разгребал и сказал видите вот это есть причина а потом до корней разгребал потом немножечко еще присыпал чтобы корни были закрыты все говорю добрикосы достаточно догоняете так третий пункт на фото можно подумать что саженец посажен в ямку давайте смотреть похоже да что там вот это нереально вроде про залужение говорим а здесь голая почва а вдруг он центре здоровенной ямы не исключаю если это так то постарайтесь сделать отводной канальчик от штампа в этом возрасте можно еще и его приподнять в этом возрасте но там уже решать вам а вдруг там нет никакой а вдруг мне ведь все мерещится может быть такой может так и так есть это в самом деле яма отводной канальчик чтобы там вода не скопалась самое страшное даже не лето когда я говорю сырость там самое страшное это раннее весна снег тает а почва замерзшая и стоит лужа днем она оттаивает ночью замерзает вот это случай массовой гибели абрикосов о котором не знает никто не академики никто почему посадка в ямы я вам показывал 21 век доктор наук я не говорю про эти феи которые вообще по недоразумению являются ведущими вот дальше прекратите поливать саженец полностью то есть вот сейчас уже август просто не поливайте дохнет не дохнет стоит жара все равно не поливайте и пункт 5 самое главное больше не делайте и чего вы не идете и не опрыскиваете и не будут думать не берите в голову и все что он скажет это вообще ниже будем проходить вот не бери не берите в голову так этот говорил на лице он сколько морщина на задницу он она какая гладенькая и совет юмориста после этого не берите в голову так вот не вздумайте бежать за это химикатами зачем угодно вот и ничего не делайте и ничего и ждите результата вот первые четыре совета выполните а пятые не делайте ничего напоминаю манжутцы боятся только чрезмерной ширости больше их ничем убить невозможно вы если они приживутся вы потом замучите из них избавляться если захотите вот ну немного юмора значит случилось следующее это случилось вчера по моему или позавчера позавчера значит у меня рухнуло я покажу вам ветка с грушами обломалась полностью вот я звоню это же не мой сад но это сад дублер потому что он повторяет все и вот этот человек с юмором да чернобаев получилось как сибирки у меня сибирки у него если я привал на сибирки сибирки стали частью генома пусть это звучит ненаучно культурнейших сортов яблонь и груш то потом оказалось что это меня бог послал друга который самостоятельно нашел и сибирки и уссурийские груши груши там же где я только два человека на планете стоит день их потом ниже вам покажу только я его и так совпал а он же взял весь мой сад перенес себе ведь как это просто и через несколько лет что случилось вчера позавчерашний разговор у тебя ветка обломалась у меня 2 рухнула ветки я лихорадочно подвязываю то есть это подпираюсь во все деревья у него сумасшедший урожай груш вот пока потом познакомлю вот примерно вот так десятки деревьев понятно да вот что случилось поэтому немножко юмора вот потому что он заядлый рыбак водка буду почти тряже не пишет водку буду ладно с ними познакомлю потом я понадел фотографии позавчера но даже их не открывал только вот эти две вот это и вот это еще раз говорю сад вырастить для этого надо что это быть чернобаевым который в тайге забросом саду в тайге набрал по двое откуда он взял по двое сливовой китайке полно но тут же начал экспериментировать помните мои сливы привел на абрикос ну и пошло поехало короче у нас так получилось совпадение может бог так решил что теперь возможности расширились где-то у него лучше где-то у меня лучше где-то он поэкспериментировал где-то с моих этих моих два саженца персиков укрывал получал по тысяче плодов с пятилетнего дерева вот это я чернобаев а почему я все напишу да это у нас должно быть их миллионы только бы дурью эти самые не заставляли дурью маяться все кто учат садить в ямки да проезжать деревья понятно да